Эффициент это, наверное, когда ты краску берешь с ручки, да? Когда этого не дошло, выдуваешь с этого. Ручка нужна запаса. Я вообще не волнуют. Я не успокаиваю. Сказал Роба и выдавил лезвие мгновенно. И у Роба что-то такая, бензопила рядом стоит здесь? Он говорит, ну я сейчас руку как бы отпил. Вы домой идите, на парт придется, а это что там вам еще? Ну а на крайний случай, если ручек не будет, то тогда будем сжечь сапоги. Компетку приготовить и сахарок, и водичку делать лучше, да? Чтобы он сделал какой-то плюк. Кинулся плюк. Да, вчера был просто рекорд по обмороку мальчика. Он пришел, сел за тот стол рабочий. И мастер с ним начал обсуждать работу. И Фимоном походу так же не могу. Увидел в инстаграме, как сделать макароны с читерс. Получается полная хуйня. Это доели, потому что это такая жирная, отвратительная хрень. А в моем детстве варили макароны, потом их жарили. Это то. Хрустящий. Ильичка. 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 Санкции эти ввели, и все продукты исчезли в России. Фуагра, голуби, тюрбо. Ну все, что возможно было. Сейчас я не матерился. Да. Фотокамера. И получилось, что все надо было переделывать. Ты упомянул голуби? Да. Не те, которые в кадре он был. А, не те? Как будто меньше стало. Да, мозг утки. Прям голова утки. С клювом все. У нее трепанация черепа сделана. Открываешь, там мозг пожаренный, тут опилочкой маленькой его ешь. Там, ну, совсем мало. Ну, мозг там маленький, конечно. Знаешь, я не такой бумаги. Как-то мы пошли в Чайковский. Я тогда ушли. Там все. Заказал рис к курице. Мы поели. На непонятную сумму огромную. И пошли в Макдональдс. Мой фирменный рецепт. Это вареный рис, курица, вода и блендер. Я спотел все тело. И джинсы даже мокрые были. Сознание не теряешься. Убили. Что тебе выпадет? Лазером выводили. Мне кажется, Ренат, это больше реакция на меня. Ладно, мальчики, крайне вас заспать. Давай. Спасибо. Будьте здоровы. Джедаки готовят. Много готовят. Поэтому я думаю, ну хоть сделай кайфово. Но ты же не будешь просто делать блюда? Нет. Мне надо до конца. Поэтому когда у нас какие-то праздники, знаешь, семейные, такие большие, если в ресторане, они обижаются. А я говорю, не-не, у нас тогда. Давайте соберемся. Я приготовлю. Они такие, ой, как классно. То есть они понимают, что я буду хреначить целый день и у плиты стоять. Но зато все четко. У меня сын наконец понял, что я занимаюсь. И вот он прямо иногда настаивает. Пиши, папа, сделай татуировку. Ну, сделай мне татуировку. Я какую-нибудь наклейку наклею. Ну, он бегает. Здесь вот так больно. Сука. Ой, вот тут вообще. Новое место просто. Пицца. Могут ходить в разные дорогие рестораны. А в Москве их там, ну, двадцатка, наверное, 20 штук. Так вот, мне надо этого гостя удержать как-то. Поэтому его надо чем-то все время удивлять. Ты старая, все время меню, но он будет говорить, ну, блин, что, одно и то же я ем, там уже надоело. Как раз-таки я наоборот. Вот мне нравится блюдо. Ну, я буду ходить в это заведение, потому что мне нравится это блюдо. И я очень расстраиваюсь, когда прихожу в свой любимый кебаб. А его раз и нет этого блюда. А его нет. Ты ходишь в это место только за этим блюдом. Тебе по барабану какое там обслуживание, что там, какой там стол. Какой там интерьер. Ты вот, тебе нравится это есть. Ну, таких мало, кстати, людей. Один француз съедает в год 84 килограмма сливочного масла. Ну, все круассаны, я не знаю, ну, любая выпечка на сливочном масле, любые соусы. Ну, это вкусно. Чем меньше в сливочном масле жирности, тем больше там всякой добавки не растительных жиров. А растительные жиры нужны. Ну, это да. Ну, бодибилдер тебе скажет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok